О чем мы собрались-то, кто помнит? У нас, как это, мы решили показаться умными и почитать книжку. Точно. А зачем собрались, непонятно. Да. Ну, на самом деле, да, мы решили почитать одну интересную книжку. Тем более. И обсудить ее между собой, ну и, наверное, с нашей аудиторией. Потому что зарабатывать лайки и просмотр видео про инопланетян нам показалось слишком неправильно. Какую книжку мы читаем? Да, это игра на слишком простом уровне сложности. Мы хотим на более высоком. Что мы читаем? The Unicorn Project. Сразу спойлер. У нас мало времени, погнали. Книга 2019 года, автор Джен Ким. Так сказать, дополнение к книге. Такой канонический девопс книги, да. Проект Феникс. Спин-офф на научном, или как это называется? Да, это спин-офф. Ну, короче, Проект Феникс, на самом деле, читать не обязательно, но контекстом создают. Очень желательно. Да. Я, например, не читал. А Unicorn читал. И, в принципе, не чувствовал себя обделенным. Ну, суть простая. Есть, в принципе, если говорить, мы что-то пока еще девопс делаем вид. Вот, книжек не так много. Про Феникс Проджект все слышали. Про Unicorn Project слышали существенно меньше. Я, например, до того, как мы решили ее читать, вообще не слышал, что такая книжка есть. А, оказывается, вот еще одну художественную, наверное, вторую книжку про Диопс написали. С чего-то технического сильно решили не начинать. Вот, полегче, попроще, поинтереснее. Окей. Ну что, мы все прочитали как минимум первую часть. Их три. Да, их три. Мы будем каждую часть отдельно обсуждать. Сейчас я, прежде чем мы начнем углубимся в книгу, я хочу так чуть-чуть пошарить, что если вы ждете от этой книги какого-то художественного изящества, несмотря на то, что это художественная литература, не ждите. Все-таки книга написана с целью показать, поделиться с обществом какими-то идеями об организации процессов в разработке. Вот, поэтому я первое время очень страдал. Я читал художественную книгу, и мне было прям плохо, потому что я ждал от нее художественности. Но потом я смирился. Где сюжет? Где автор? Где все, да? Где хоть какая-то любовная интрижка, но... Ну да, да. Я тут тоже соглашусь, что с точки зрения художественной литературы она откровенно слабая, а с точки зрения технической литературы она откровенно слабая. Но в целом... Что же в ней тогда хорошего? Зачем вообще людям ее читать? Сейчас узнаем, я надеюсь. Сейчас узнаем. Как там у нас... Какое у тебя, Слава, первое впечатление об этой книге? Впечатление, что она больше про политику и про управление. Что-то не так уж и плохо. Про политику в компании, уточню. Да. Политические игры между руководителями. Да. Ну давайте вот до этого доберемся. У меня есть комментарии на этот счет, но он будет слишком абстрактный, если мы не поговорим про то. Ну у меня тоже. Я когда читал, у меня первая мысль, да здесь все про менеджмент. Здесь про девопса практически ничего нет. Возможно, это профессиональная деформация менеджера уже. Но дальше уже показалось, что нет, есть там немножко и про технологические стеки, и про флешбеки к того, что есть в наших компаниях. То есть дальше лучше. Но первое прям, первые несколько глав там вообще только про менеджмент. Окей. А у тебя, Миша, первое впечатление какое? Ну я, наверное, уже и рассказал, да. Я открываю книгу, понимаю, что читаю типа художественную литературу, которая обладает мещающей художественной ценностью, и мне было больно. Потом я просто переключил сознание на то, что это технически-менеджерская литература, и воспринимал ее таким образом. Ну я считаю, что да, что тем, кто в индустрии, почитать ее полезно, чтобы либо поностальгировать по тому, через что пришлось пройти, либо каким-то образом вообще-то полезно. Ну да, я тоже, когда начал ее читать, то есть думаю, блин, ну так не бывает, ну так не бывает. Потом что-то знаешь, иногда открываешь новости, бывает и не так. Поэтому... Открываешь джиру и понимаешь, что бывает и не так. Бывает и... да. Так тоже бывает. Поэтому вся книга, такое ощущение, что какое-то гиперболизированное собрание опыта каких-то там десятка инженеров, пересказанных в какой-то там художественной манере, что на самом деле да, где-то так бывает. Давайте же разбираться как. Давайте. Я еще одну маленькую заметочку, пока говорили, я понял, что, возможно, эта книжка, это в каком-то виде сайенс-поп такой, как... она не только для инженеров-то написана, она же написана еще показать людям несвязанным внутренний мир разработки и выкатки ПО, по сути. Поэтому он довольно простым языком в этом плане написан. Плюс там есть такая мотивировочная часть или мотивировочная ее задача, что замотивировать какую-то часть руководителей, средних руководителей, старших инженеров на проведение каких-то изменений в своих компаниях. Наверное, главное. Хорошо, давайте. Давайте расскажем, о чем же мы говорим. Так, дальше спойлеры. Если вы хотите читать сами, то, наверное, я не знаю, что вам посоветовать, потому что мы перескажем кратко сюжет. Да. Все, короче, начинается со сцены в офисе некого менеджера Криса. Куда приходит лид инженера, рецектор Максин, а Крис ей говорит, что она, так сказать, будет сослана в проект Феникс. Это, кстати, в сечение, собственно, с книгой проект Феникс. Проект Феникс – это проект, пользующийся самой дурной репутацией всей компании. Компания называется Sports Unlimited. Производит она запчасти к автомобилю, производит и продает. Является одним из мидеров рынка в США. Но она очень-очень сильно страдает из-за того, что не может нормально диджитализоваться. И вот как раз проект Феникс, он пытается перевести ее онлайн, настоящий онлайн-мир, с онлайн-покупками, продажами, коллогизацией и так далее. Но он идет крайне плохо. Я бы ремарочку. Автор очень в американском стиле, там очень много раз повторяет, чтобы там нагнетает, что какой славой пользуется проект Феникс. То есть там, не знаю, сколько не считал, но десятки раз повторяется, что это самое неприятное место, куда можно попасть в компанию. Это вот куда пытаются сослать Максим. Да. Причем ссылают ее... Ссылают ее по какой вообще причине? То есть... У них был аутаж, да, то есть не работала некоторое время система выклупа и варфлаг, и ее в этом обвели. На самом деле, если читать проект Феникс, говорят, не совсем безосновательно. Но вот на уровне проекта Unicorn, The Unicorn Project, это совершенно абсолютно безосновательно обвели. Просто потому, что надо было найти безлоотпущение. Да, в этой книге, которую мы обсуждаем, это выглядит как просто стрелочник. Но если брать контекст предыдущей книги, это выглядит то, что она под влиянием директора по информационной безопасности в день перед уходом в отпуск накатила один из патчей, который в итоге поломал токенизацию и поломал зарплатную систему. Правильно сказать, под давлением, это под влиянием не очень понятно. Ну хорошо, значит, она... Кооперации. Оказалась она в этом проекте Феникс, так или иначе, и что же ее там ждет? Ну все начинается с того... Надо еще немного, пару слов про то, все-таки чем занимается Максим. Кто она такая? Это, кстати, нигде так четко не описано, но в целом. Там говорят, что она мастер работы с программным обеспечением. Ну да. Бит инженер, архитектор, талантливый разработчик, который может решить задачу в любой степени сложности, какими-нибудь креативными, неоснодатными методами. Ну такой идеализированный. Мать двоих детей. Жена. Одного мужа. Да, ну там как раз этот ее предыдущий начальник, как его там звали? Кто ее сослал? А, Крис. Крис использовал такую фразу, конечно, это он использовал, чтобы ее подбодрить, это ты можешь выдавливать из ПО, там все условно, заставлять его работать на максимуме своих способностей. Мне, конечно, было бы интересно понять, что конкретно она с ним делает, но звучало именно так. И плюс то, что ей ставится в какую-то заслугу, это то, что она принимала участие в системе учета распределения ресурсов, в внедрении этой системы. Детище любимое. Да. И периодически возвращаются к тому, что она, то есть одна из ее каких-то таких успешных в прошлом задач, это когда она на каком-то предыдущем месте работы сделала реверс-инжиниринг, какого-то драйвера внесла в него изменения, и все это заработало прекрасно и успешно. После этого она висит там возле как-то на доске почета, да-да-да, она там смогла бинарно пропатчить драйвер к подключению к базе данных, по-моему, да? Да. Да-да-да. Бриллиант, а не инженер. И она оказывается в Фениксе. Так? И что же ее там ждет? Что ее ждет там? Драматическое описание даже дороги, там серое здание, там автор прям не стесняется описывать, как все ужасно и уныло, да. И вот она приезжает, да, ей дают ноутбук, это, кстати, интересно, внутри компании, там у нее, получается, забрали, тут выдали, как-то на котором стоит условно-офисный пакет стандартного бухгалтера. И она такая, эээ, а вы здесь программное обеспечение разрабатываете или где? Вот. И на всякий случай, на всякий случай, небольшая отсылочка. К этому моменту, как ее сослали в этот проект Феникс, проект разрабатывался уже более трех лет, более тысячи инженеров, причем они были как приходящие, так уходящие, то есть там контрактеры, аутсорсеры, внутренняя разработка, то есть там как бы очень много всего менялось. Вот как бы прошло три года, релиз скоро, и ее туда переводят, в первую очередь для написания документации, так как бы ей цели такие проставляют, что там вот нужно помочь с документацией, ну и вообще помочь, как бы так посмотреть, подсказать что-то и не высовываться, да. С точки зрения Криса, даже если она ничего делать не будет, его это не расстроит. Да, ей прямо намекают, что можешь воспринимать это как оплачиваемый отпуск на четыре месяца просто. Крис сделал все, что от него было зависело, чтобы ее как бы спасти в компании, ну то есть как бы наказав ее таким образом. Тут получается, что он выглядит каким-то хорошим в нашем описании, но в книжке он не выглядит совсем хорошим, а выглядит каким-то невнятным менеджером, который, опять же, вот если брать контекст этой книжки, Максим в своих размышлениях не признает себя виноватой, то есть получается, что ее делают виноватой, она это не акцептит даже внутри, то есть вот когда она с собой там обсуждая, там можно пытаться какие-то факты из предыдущей книжки притянуть, но сам факт, что она не считает себя виноватой. Вот. И ее очень некрасиво ссылают, с точки зрения менеджмента, почему книжка про менеджмент, ссылают в этот проект «Феникс», всячески заговаривая зубы по дороге. Вот. То есть вопрос, который просто пока ты все это читаешь, почему она просто не хлопнула дверью и не ушла. Вот. Ну, потом рассказывается, что она уже как бы мать двое детей, понятно, что она уже не настолько эмоциональна, она уже умеет договариваться, искать компромиссы, да. Хорошо. Она открывает ноутбук, и что там видит? Там видит офис, не видит никаких там любимых своих гитов, там Visual Studio, или что, чего там они там пользуются, непонятно. Ну, что, и начинает пытаться запустить билд. Да. Как запустить вообще проект «Феникс», что бы то ни было, да. Нет, нет, нет. Она сначала пытается установить софт и получить доступ к репозиториям, которых... Ну, правильно. ...поряд ли, чтобы запустить. Да. Цель-то она себе такую поставила, да. Вот, и все начинается. И тут начинается, мне кажется, несколько глав, которые можно описать как полный пэ. То есть, она просто пытается понять, где что, никакой документации, как это все собрать, все тайные здания на салфетках у кого-то в голове, и она пытается просто... Миллион тикетов. Да, последовательно записывая в блокноте каждый шаг, выяснять, как же все-таки мне собрать проект «Феникс». Ну, при этом описывается вот этот миллион тикетов, в каждом из которых куча полей, непонятно кому нужных, непонятно как их заполнить. У каждого тикета свой какой-то идиотский workflow, который могут зарубить перед самым концом исполнения, потому что не было поручено какой-то approval какого-то там менеджера, и эта песня хороша, начиная сначала. Ну, короче, вот такая бюрократизация, полнейшая описывается. На мой взгляд, гиперполизированная, но как верно было замечено, а потом ты сталкиваешься с жизнью и понимаешь, что нифига не гиперполизировано, а и такое бывает. Ну, есть, там просто есть несколько, да, таких нюансов, вех, которые можно осветить, потому что с точки зрения самой, самого процесса разработки, там вот эти постоянно отсылки, что там куча разных репозиториев, доступ получается в разных местах у разных людей, то есть вот чтобы собрать весь проект Phoenix, тебе нужно собрать какое-то неопределенное количество доступов в разных репозиториях, чтобы собрать весь этот код вместе, и чтобы это как-то все собралось, и ты не знаешь, где конец, потому что нигде не написан точно конечный список. Вот, есть... Нету definition of done, да, то есть как бы проект Phoenix, он как сам Phoenix, его вроде как починил, а он взял и сгорел, да, начиная сначала. Да, и самое, что меня поразило, что в компании нету единого средства лунтификации, единого активного каталога того же, или там хрен с ним, пусть, если это старое что-то нового Netware какой-нибудь версии. Вот, соответственно... Итого, по-моему, прошло почти две недели, она так ничего не собрала. Да. И тут митинг, да? Нет, 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 там даже интересно вот эти ее попытки ускорить процесс, когда она пытается зайти в Helpdesk к исполнителю. То есть... Ну, это когда ей тикет завернули через, там, в самом конце, через несколько дней, она пошла разбираться. да, то есть... Это вот как раз-таки живописно показывает, что вся система построена на том, что до человека нельзя дойти, вот, но она находит этого человека, и он просто выполняет какую-то свою задачу, практически скриптовую задачу. Не, ну выяснилось, да, что это просто какой-то мальчик, который работает совсем недавно, ему дали конкретные инструкции, и он просто, типа, у меня тут написано, я должен получить этот Approf, и у меня нет этого Approf, я дальше ничего не могу сделать, вот, и она понимает, что злиться вообще бесполезно, да. И в том-то и дело, что он даже, он не может ей этот доступ дать, когда у нее будет Approf, потому что он все равно этот тикет переадресует кому-то другому, и там пройдет еще несколько, видимо, степеней, там у нее описано, как один из ее тикетов в футболе, или сколько там было в нем персонажей описано. Много. И она вот в таком подавленном состоянии находится, несколько дней, фрустрирует и, естественно, задумывается о смене работы. Так? Ну, это постоянно, да, проходит такое красное нитье, что еще чуть-чуть и пойдет искать новую. Она, да, потом разослала резюме. Да, возможно. Но в том числе она создает этот свой прекрасный документ. Она создает этот прекрасный документ, то есть она делает работу, точнее, она делает, что, как бы, считает правильным записывать это куда-то в блокнотик с какой-то инструкцией самой себе напоминашку, то есть сама по себе работа очень ценная. И, ходя, собирая знания, она случайно была приглашена на какой-то митинг по проекту Феникса. И так ее пригласили невзначай. Там типа, вот, ты же тоже, врожа, чем-то этим занимаешься, мы там каждый день в такое-то время собираемся, приходи, послушай. И на этом митинге объявляется, что вообще-то проект Феникс стратегически, ну, это как бы и так все знают, но терпение уже лопается, и Феникс надо запускать. И один из топ-менеджеров, Сара, такая девушка, которая прет на пролон, несмотря ни на что, объявляет, что Феникс будет запущен через неделю, да, или что-то такое. Вот. Несмотря на то, что, ну, проект тут в таком состоянии, да, куча девелоперов, как Максим узнает, почти никто не может нормально проверить, что же он сделал у себя локально на машине, потому что собрать все воедино сложно, все пишется какими-то мелкими частями. уверенности в его, ладно, качестве, хотя бы готовности к релизу чисто технической. Нет у него кого, но запускать надо через неделю. Вот. И на этом митинге Максим, задумавшись о, так сказать, тяжести бытия, случайно вслух проговаривает что-то типа «Ага, ну, удачи вам». Вот. Саткастически. Да, ну, удачи вам собрать этот весь проект там как бы за неделю. Она проговаривает это вслух, хотя этого изначально не планировала, она все-таки послушно пыталась там не высовываться, а тут на встрече с директорами она говорит, что, скажем так, провальная их затея. И интересный момент, что многие начинают ее поддерживать в плане того, что инженеры, они долго соглашали, что да, это очень важно, это нужно делать, и боялись произнести какие-то, ну, конкретные проблемы, почему это невозможно сделать. Вот, то есть, они все ее там хвалят, да, да, ты права. даже невозможно сделать, а какие проблемы есть, их начинают озвучивать, что препятствует тому, чтобы успешно развернуть. Вот, и еще, на мой взгляд, достаточно показательна ситуация, когда в соседнем рабочем месте работает инженер, который просто выполняет функцию с 8 до 5, у него есть какая-то задача, он ее чуть-чуть написал, закрыл какую-то таску, и довольно ушел домой. Его не волнует, как эта задача отразится на всей системе, его не волнует предстоящий запуск, и сам запуск не волнует, и там дальше в книге будет описываться их встреча в момент всех этих жарких баталий. И да, он все еще спокойный и на расслаблении, потому что с него спросится. Поднимите руки, кто увидел своего коллегу. Интересный еще момент происходит в книге, когда после этого митинга, когда Максим высказала и потом развернула свое недовольствие, объяснила, чем конкретно это выражается, проявляется. Вечером ее зовут в некий закрытый клуб Rebellion. Повстанцы. У меня эти мужчины названия еще не говорят. Говорят, в бар приходи. Приходи в бар, мы там пообщаемся с тобой дополнительно. Причем бар находится в каком-то то ли районе чисто заводском. При портовом. И кстати, по-моему Курт перед приглашением дает вот этот вот гайд. Не-не-не, он у нее спрашивает, как далеко ты зашла в своих попытках, по-моему. Она дала ему заметки, он прочитал ее заметки, в чем у нее проблема, и сказал, мне кажется, я почти со всем этим могу помочь, дай мне пару дней. То есть он сфотографировал на телефон что-то такого плана, и сказал, я попробую тебе помочь с этим, приходи в бар. вот, и там ее приглашают в так называемый клуб повстания, восстание, революция, не знаю, как его правильно перевести, rebellion, вот, и дают какие-то наработки, собранные по крупицам всеми этими ребятами, многие из них, я понимаю, используют чужие креды, допустим, доступы которых вообще-то быть не должно, но которые по крайней мере помогают действительно хотя бы локально запустить сборку на машине. Я бы, наверное, чтобы правильно описать, не вдаваясь там во все детали, то есть по сути там собираются люди, которым не все равно, которые хотят, чтобы это все как-то все-таки взлетело, и они действуют, да, из-под тяжка, потому что они понимают, что как это, если они будут ввязываться в прямую бюрократическую баталию, то скорее всего ничего у них не выйдет, поэтому они просто сосредотачиваются на решении проблемы любыми доступными для них сейчас способами. Мне тут вспомнилось, что вот эта длинная череда с продавливанием тикета, то есть чтобы дали ей доступ, ей доступ в конечном итоге выдают, но оказывается, что по-моему файловой подсистемы места недостаточно, и ей выделят какой-то там кусочек диска только через полгода, сорян. Из-за того, как процессы закупок восстановлены. Или виртуалку какую-то она заказывала. Да. Ну, я помню, там что-то с СХД было, ну да, места там не было. Виртуальное окружение, которое она заказывала, ей сказали, что... Да, то есть условно, чтобы ей начать работать, ну то есть собрать этот проект Феникс, нужно подождать ну где-то полгода. Вот, возвращаемся обратно в бар, то есть, да, там как бы люди, инженеры, которым не все равно, они там себя идентифицируют следующим образом, они делают наклейки на ноллабукинг, чтобы там вот мы, нам не все равно, мы за добро. Ну, добавлю, они идут по вселенной Звездных войн и ассоциируют себя с повстанцами. И говорят, что они противостоят империи. То есть, это у них иногда проходит вот этой вот мыслью и эмблема как раз-таки повстанцев из Звездных войн у них на ноутбуках как отличительная часть, отличительная черта. Да, то есть, по этим митингам, то есть, на очередном митинге, на очередном митинге у них случается, так сказать, выставление дью-дейта релиза, то есть, он должен произойти именно в этот день, и это случается там буквально за 48 часов, то есть, как бы, окончательная дата релиза ПО, которая писалась три года, им, как бы, спускаются за два дня до. И в этот момент никто не знает, что делать, как это должно происходить релиз, назначают, по-моему, QA-директора, там, руководителем этого релиза, вот, и все, и как бы, во время этого митинга появляются стандартные вопросы, то есть, а сколько нам вообще серверов надо, то есть, вот такого уровня у них неготовность к релизу, к этому большому, который готовился три года, ну, писался код три года, то есть, не знают, сколько надо серверов. Каждый говорит, кто в этом виноват. Главный маркер, как бы, показать состояние, никто до этого проект Phoenix целиком, я так понял, не запускал, там вообще не было билд-процесса, то есть, не было понимания того, что такое продакшен. То есть, цельного приложения у них не было, оно все тестировалось и писалось в отрыве, а это надо было все скомпоновать и сразу в продакшене, и, естественно, с миграцией уже с текущей системой, то есть, как бы, мы сейчас добавим немножко не нарратива, а вот там саспенса, да, то есть, как бы, представляете, 7 тысяч магазинов по всей стране, и они должны перейти на эту систему, которая будет вот релизиться через два дня, то есть, с миграцией данных и так далее. Платежными терминалами и так далее и тому подобное. Да, складами, сколько где запчастей, короче, там все интересно. Есть почти мейнфрейм, и надо это все смигрировать на стильно модно молодежный микросервис. Да, и помимо ритейла это еще должно быть завязано на производство и на планы производства. Естественно, миграция и пользовательских данных и так далее. Ну, что можно сказать? Мне кажется, не надо томить. Кратко говоря, привело это к недельному даунтайму. Что могло пойти не так? Что уже могло пойти не так? И недельный даунтайм в этом случае это еще хорошо, наверное. То есть, как бы, да, когда ты читаешь, думаешь, ну, как они сейчас выкрутятся? Ну, недельный даунтайм ты не ожидаешь, а вот недельный даунтайм. И у меня, по крайней мере, сложилось впечатление, что первый и единственный запуск общей инсталляции этой всей системы Phoenix, помимо продакшена, производила Maxine у себя на данной ей куртом и созданной брендом виртуальной среде. Это, кстати, отдельный вопрос, где они эту среду взяли. Тоже очень прикольный момент. Возможно. помните, когда ей не хватало жесткого диска, да, для того, чтобы это все развернуть. Казалось, что эти ребята своим каналам, когда им надо было что-то заказать себе, они заказывали там в полтора-два раза больше, чем надо, чтобы оставался резерв как раз такие случаи, когда кому-то что-то будет не хватать. То есть, куча оборудования простаивала. И при том, что помимо резерва самого департамента был еще какой-то неучтенный заныканный резерв вот этой группы восстаний. Мне кажется, что вот они немножко очухались после этого недельного даунтайма, на этом первая часть заканчивается. Там еще важная для книги вещь, что заканчивается она встреча опять-таки в этом баре, который внезапно бармен к ним подходит и начинает вещать какую-то мега-философию о том, как надо организовывать работу в девелопмент командах, в девелопмент организациях, заявляет как некие пять идеалов организации работы. И все такие в шоке, что это такое. Оказалось, что это некий бармен Эрик, который в бэграунде гуру разработки и через всю, так сказать, книгу в дальнейшем, извините за небольшой спойлер, он проходит как такой глаз божественный какой-то, который в нужные моменты... Духовный наставник. Духовный наставник. В первой книге он был духовный наставник кого? Билла, Билла Палмара, а здесь он духовный наставник Максим. Кстати... Руберлияна всего. Да, Руберлияна. И в этом баре, вот именно в тот момент, когда этот вот Эрик совершает так называемый каминг-аут, они приходят к пониманию того, а почему вдруг случилась проблема со сборками. То есть у них по процессу они передали ответственность за сборки команде QA. QA команда там, там их прям департамент большой, то есть чтобы вы понимали, это не пару человек. команда QA занималась в первую очередь команда QA занималась тестированием и отдала процесс сборки, то есть настройки этих сборок стажерам, то есть новичкам. Ну и естественно вот к чему это привело. То есть казалось бы одна из основных таких важных вещей поставки программного обеспечения это сборка, ее передали тестировщикам стажерам. Ну и наверное надо все-таки принципы сказать, это самое важное на чем основана эта книга, принципы основаны на методологии DevOps, которые Эрик там рассказывает, как-то просвещает Максин, это Locality and Simplicity, это по сути все там Unix Way, плюс все должно быть максимально простое, не должно быть слишком сложных систем в сборке, ну то есть по частям она должна быть простая, чтобы все могли работать над своим, то есть по сути идея микросервисов, второе там Focus Flow and Joy, это типа чтобы люди могли работать, их ничего лишнее не отвлекало, их чтобы они получали удовольствие от своей работы, улучшение ежедневной работы, мы должны постоянно улучшать все свои процессы и все над чем работаем, безопасность, люди должны чувствовать безопасность, да, психологическая, люди должны чувствовать безопасность в своем окружении, чтобы могли генерировать новые идеи и брать дополнительную какую-то ответственность, риски, экспериментировать. И боялись о проблемах говорить, это то, что было на том митинге, как я получил случайно, сказалось, все понимают проблемы. Ну и самое важное Customer Focus, by the end of the day деньги нам платит кастомер, без денег компании не существует, поэтому мы должны все допомнить, что кастомер это наш главный заказчик. Окей. Так, у нас совсем чуть-чуть времени остается. Ребят, кто не читал дальше, давайте попробуем угадать, что будет дальше. А как же при случае из практики? А какие? Ну расскажи кратенько случай из практики. Вот совсем кратенько. Вот я читал сначала, думал, ну как можно собрать, ну не бывает так, ну слишком вытянутый из пальца процесс. И тут у тебя случается. Переходит из нашей команды девопсов в чел, короче, ну он не уходит из компании, он уходит в другую просто команду. И потом при какой-то очередной сборке выясняется, что он как где-то в каком-то Дженкинсе, который ты не знаешь вообще, настроил какой-то билд, который запыхивал какой-то артефакт, без которого у тебя релиз не собирается. Хотя у тебя есть централизованная система авторизации, централизованная Дженкинс, и все вот это вот. Но находится товарищ, который сделал что-то и никому об этом толком ничего не рассказал. Даже когда у тебя вроде поставлены процессы. И когда он уходит, у тебя столько всего прекрасного нового узнается. Вот это прям свежий пример, он случился практически параллельно с тем, как я читал книгу. Да, но как бы мотивы из человека тоже должны быть понятны. Как бы вот централизованная, настолько централизованная, что им пользоваться неудобно, что доступы туда запрашивать неудобно, а здесь на коленочке развернул, бах-бах, и артефакт готов. Особенно, когда есть давление из разрядов, все должно работать завтра, да? Ну, да. Не завтра, вчера. Ну, надо по-разному можно это смотреть. То есть, в этом где-то есть и мачурите все-таки инженера. Конечно. Сеньор, он не только про то, что я ваш кубернете с одной рукой могу вертеть, а про то, что я еще продумываю свои шаги на будущее, даже когда меня здесь не будет, и оно будет работать даже без меня. Но надо учитывать, что не все такие, к сожалению, нельзя людей провоцировать, чтобы они костыли пихали там, где они мне нужны. У меня как бы запомнился момент, когда Максим уже вспоминал о том, что вот как бы вот эта помощь, взаимопомощь очень важна, и она там, пример из ее жизни, что она там, у нее не работал интернет дома, проблема была на стыке там провайдера и, ну, инфраструктуры и там, не знаю, какого-то самого по себе интернета, и нашелся один человек... Производитель оборудования, по-моему, провайдера. Один человек, который потратил свое время, он там созвонился и туда, и туда, и как бы сделал... Ну, в смысле, он выполнил больше, чем от него ожидалось, и Максим была настолько ему благодарна, что после этого сказала спасибо ему, потом связалась с его руководителем, тоже полчаса ему объясняла, какой хороший у него сотрудник, как он ей помог. Ну, это как бы очень важный навык уметь говорить спасибо, потому что в своей повседневной работе и жизни я, честно говоря, не всегда это говорю, хотя, ну, как бы оно само собой разумеющееся, оно как бы весьма просто сказать, ну, блин, спасибо, вот там, как бы этот инженер, вот который там, менеджер, что вот он мне очень сильно помог, он сэкономил кучу моего времени. Отличный пример про благодарность ее надо делать, но, с другой стороны, это пример героизма сотрудника из-за недосмотренности в другом месте, потому что процессы постановки и подключения интернета было не налажено достаточно хорошо. Я хочу это обратить внимание на это. Да. Потому что героизм одних, это всегда недоработка других. Нам тут пишут, что осталось меньше минуты. Да, и плюс героизм на то, что дойти до третьего уровня поддержки, это тоже нужно уметь. Вот. Хорошо. Наверное, прогнозы на будущее мы тогда опустим. Просто поделимся второй частью книги, когда будем писать следующее сейчас. Что осталось? Осталось сказать, что это все очень интересно, очень много флэшбеков. Может, у нас будет время их подробнее обсудить. А на сегодня, наверное, надо сворачиваться. Спасибо всем большое. Всем пока. Арибуа. Субтитры сделал DimaTorzok